Я нахожусь в нашем новом офисе, в своем кабинете у Юни-Байка. Наши первые машины с приставкой Юни, которая демонстрировалась в Марино-Горке, Минске, Москве, Берлине, Сингапуре, Дубае. И наконец-то после вот такого кругосветного путешествия вернулась домой. На входе в наше девятиэтажное здание новый логотип компании. На дворе канун Нового года. Чисто вступает в новую эпоху. Изменения в мире, которые произошли в уходящем году, колоссальны. И сегодня я хочу сказать несколько слов о том, насколько мы оказались готовы к этим изменениям. Под мы я буду понимать в первую очередь инженеров, работающих здесь, в струнных технологиях Юницкого, а также и других наших компаний. Я считаю, что именно инженеры создали нашу технократическую цивилизацию, такой, какой мы ее все знаем. А от нас же зависит, от инженеров, сумеют ли люди и дальше жить в комфортных условиях, развиваться, пользоваться достижением науки и техники. Или, возможно, 2020 год – это начало конца, и дальше будет только хуже. Я не хочу никого пугать, напротив. Мы увидим, что 2021 год может стать поворотным моментом в истории цивилизации. А лет через 50 на Земле будет рай. Но прежде чем делать подобные прогнозы, давайте посмотрим на ситуацию и проанализируем ее. Ну и оценим все варианты, как это принято говорить, подведем итоги. Что мы способны предложить в создавшихся условиях, чтобы избежать великих потрясений и создать по-настоящему великую цивилизацию. Посмотрим, чем отметились в уходящем году мои коллеги, инженеры. Вот список 100 лучших изобретений 2020 года по версии ТАИМ. В этом перечне много действительно важных новинок, способных существенно облегчить жизнь людей. Это и устройство контроля температуры в зданиях, позволяющее поддерживать в помещениях оптимальные условия и, как следствие, экономить энергию. Это система до полной реальности, дающая возможность хирургам видеть организм человека как бы изнутри и проводить сложнейшие операции с небычайной точностью. Это водородные авиадвигатели, спутниковая система глобального мониторинга состояния окружающей среды. Это хозяйственный робот с машинным зрением, способный распознать и убрать с поля сорняки. Есть изобретения и для повседневной жизни, такие как умные детские коляски и инвалидные кресла, оснащенные электромоторами и всевозможными датчиками, способные анализировать окружающую обстановку и подстраиваться под нее. Телевизоры с разрешением 4К, точка которых составляет сантиметр-два. И телевизоры, экран которых может поворачиваться вертикально, делая более удобный просмотр изображений и мобильных приложениях. Как же без этого? Первые коммерческие модели экзоскелетов, с помощью которых можно без труда поднимать почти 100 килограммов груза. Это автоматизированные системы дезинфекции салонов самолетов. Ну, очень важная, конечно, задача. Разработка актуальна в условиях пандемии. Наконец, упомянуты в списке и разработки весьма специфические, такие как, например, водка, полученная из углекислого газа, или вертолет для полетов в марсианской разреженной атмосфере. Почти во всех перечисленных изобретениях используются те или иные новые технологии, которые определяют развитие индустрии на современном этапе. Таких технологий, например, журнал Forbes насчитал где-то около 25. Среди них искусственный интеллект, интернет вещей, носимые гаджеты и умная одежда, технологии обработки больших массивов данных, умные пространства, блокчейн, облачные технологии, дополненная реальность, цифровые двойники, голосовые интерфейсы и чат-боты, роботы, компьютерное зрение, автоматизированный транспорт, 5G, генномодификация, беспилотные летательные аппараты, кибербезопасность, квантовые компьютеры, 3D-печать и нанотехнологии. Из основного все. И одна из этих технологий не направлена на какие-либо принципиальные изменения в способах массового производства потребления. Везде речь идет, по сути, о каких-то локальных улучшениях. Ну, преимущественно только в виртуальной цифровой сфере. Но ведь наш мир, как и мы с вами, в первую очередь материален. Мы должны кушать, дышать воздухом, носить одежду, иметь автомобиль, перемещаться на своем или общественном транспорте по дорогам, ну и так далее. Мы должны иметь работу. Даже в цифровой сфере рабочие места также материальные. Стол, стул, компьютер, смартфон, линии связи, сервер, здание, офисы, наконец, или дом, в котором мы работаем, сделаны не из цифр, они сделаны из многообразного вещества, как и весь наш организм, в том числе и наш главный производитель информации, мозг. С использованием в качестве строительного материала не двух виртуальных цифр, единицы и ноль, ну как компьютеры, а всех сложнейше устроенных материальных, а не цифровых, химических элементов таблицы Менделеева. Поэтому бедный, однообразный и убогий виртуальный мир никогда не сможет заменить наш реальный материальный мир, богатый и разнообразный. Все перечисленные технологии и изобретения, как материальные, так и информационные, сложат достижению двух взаимосвязанных целей. Первое. Повышение уровня жизни человека за счет увеличения объемов и качества потребления, как материального, так и информационного потребления. Причем в последнее время с тенденцией сильного перекоса в сторону цифры. Второе. Увеличение прибыли, опять же, за счет оптимизации процессов производства, как материального, так и информационного. И снова, ну, с тенденцией сильного перекоса в сторону цифры. Хотя мир наш материальный, как я уже говорил. Очевидно, что и то, и другое, ну, цели краткосрочные. Вероятно, в современном мире иначе быть и не может. В любом бизнесе планы составляются максимум на пять. В исключительных случаях, ну, ну, 10 лет. На государственном уровне горизонт планирования, как правило, также не превышает десятилетнего периода. А что будет через 10 лет? А через 20? Посмотрим по ситуации. Вот такой ответ традиционный. Раньше такой подход еще мог, хоть как-то работает, но чем дальше, тем он больше окажется несостоятельным. При текущих темпах потребления индустрии ресурсов нашей планеты и через несколько десятилетий мы можем обнаружить, что земная биосфера будет просто уничтожена. Уже сегодня в Европе, и не только в Европе, не осталось здоровой почвы и чистой от химикатов, пригодной для питья воды. Воздух также повсеместно отравлен. Каким же образом все эти цифровые таблетки от цивилизационных болячек и технологические костыли призваны улучшить нашу жизнь, на чем и сосредоточились, ну, современные инженеры, смогут решить глобальные проблемы человечества, в первую очередь экологические проблемы? Ответ прост. Никаким образом. Они никаким образом не решают эти проблемы. Поэтому важнее найти решение проблем оптимизации материального производства и потребления, а не цифры. Это позволит значительно сократить масштабы загрязнения природы. Правда, население планеты при этом также будет расти, и потребности будут расти, как и индустрия их обслуживающая. В конечном итоге, даже при улучшении всех и всего материального на свете, ситуация будет только ухудшаться. В 2020 году с его потрясениями все увидели, что необходимо не улучшать существующую неоптимальную и неправильную реальность, а радикально менять абсолютно все на то, что является оптимальным и правильным. Города, заводы, фабрики, электростанции, дороги, сельскохозяйство, политическое устройство, отношение к природе и биосфере планеты, в которой, собственно, мы и живем, все это устроено не так, как могло бы быть. В первую очередь нужно менять транспортно-логистическую инфраструктуру столетней давности. Именно этим мы все и занимаемся. При этом, разумеется, не остаются в стороне и достижения цифровой эпохи, которой мы также активно пользуемся. Мы добились больших успехов в разработке систем машинного зрения. В проектировании и производстве внедряются элементы индустрии 4.0. Дополненная реальность, облачные технологии, технологии обработки больших объемов данных. Наши струнно-транспортные системы роботизированы и соответствуют всем критериям умного транспорта. Они могут стать основой формирования инфраструктуры умных городов будущего, так называемых линейных городов, и интернета вещей. Для передачи защиты данных мы используем технологии блокчейн. Таким образом, струнная технология – это та сфера, в которой в возможности современной техники получают полноценную, масштабную и осмысленную реализацию. Они выглядят как набор неких разрозненных новшеств, направленных только на удовлетворение ограниченных потребностей людей. В первую очередь, потребностей развлекательного характера. То, что создается в нашей компании – это, как вы увидите, стежневая базисная технология, альтернативы которой на сегодняшний день в мире просто не существует. Мир скоро и неизбежно должен перейти на транспортные системы второго уровня. Я не всегда был точен в прогнозах относительно времени, в которое должны были произойти те или иные события. Ну, в силу вступали обстоятельства, которых никто не мог предвидеть, в том числе и я, так называемый форс-мажор. Я никогда не ошибался в сути событий, и все предсказано мной сбывалось чуть раньше или чуть позже. Также сбудется и то, что касается моего предсказания о судьбе транспортной инфраструктуры на нашей планете. Я абсолютно в этом уверен, хотя и не буду называть какие-то точные сроки. Для такой уверенности у меня есть целый ряд весомых причин. Назову некоторые из них. Первое. Принципиально невозможно устранить проблемы современного наземного транспорта, размещенного на первом уровне, то есть на поверхности земли, которые особенно проявились в ходе массовой автомобилизации и с которыми связан колоссальный и все возрастающий глобальный экологический ущерб. Второе. Многочисленные преимущества струнного транспорта по сравнению с существующими системами в отношении их эффективности, экономичности, безопасности, скорости движения и так далее. В частности, мы сможем спасти, и это очень важно, в 21 веке от гибели на дорогах десятки миллионов человеческих жизней. Сотни миллионов человек не станут инвалидами и калеками. Не будут сожжены десятки миллиардов тонн топлива и не будут выжжены из земной атмосферы сотни миллиардов тонн живительного кислорода. При этом в качестве бонуса землепользователям на всех континентах будут возвращены земли, сегодня закатанные в асфальт и похороненные под шпалами. Это площадь пяти таких стран, как Великобритания. Третье. Наличие сегодня у нас обученных кадров и необходимой инфраструктуры для старта продаж инновационных транспортных комплексов сразу в нескольких регионах мира, испытывающих потребность в подобных решениях. На последнем остановлюсь отдельно, так как за 2020 год, воспользовавшись бизнес-паузой, на которую мир был поставлен в пандемию коронавируса, мы здесь существенно продвинулись. Входим в Новый год совершенно новой, приближенной компанией, под новым технологическим брендом, с новыми планами, идеями и возможностями. Сегодня в нашем распоряжении имеются две демонстрационно-сертификационные площадки, где мы показываем заказчикам свои транспортные решения, адаптированные под различные экономические и ландшафтно-климатические условия. Мы научились проектировать и научились строить. создали собственную инженерную школу по струнным технологиям Юницкого. Отлаженность системы взаимодействия внутри команды разработан и опробирован набор типовых решений под ключ. Мы имеем готовый коммерческий привлекательный продукт, в котором можно быть уверенным на все сто. Сформулирован первичный пакет проектов, над которыми мы работаем. Их мы отобрали из более широкого списка, как наиболее перспективные с точки зрения статусности и, разумеется, прибыльности. Ведь мы не забываем, что помимо экологической миссии у компании есть обязательства перед инвесторами. Они должны получать доход. Надо сказать, что многое в процессе работы над созданием нашего продукта, струнно-транспортных систем, было отброшено и кануло в прошлое, сыграло свою роль в истории становления технологии. Наше первое далекое совершенство машина, Юнибайк, теперь стоящее в моем кабинете. Да и было бы странно, сложись оно иначе. Как если бы Форд до сих пор выпускал с конвейера свою первую модель Т, а в авиации использовалась бы летающая этажерка братьев Райт. Продестировав более десятка принципиально разных транспортных средств, мы пришли к балансу, взяв от каждого образца лучшее, что удалось реализовать в нем. Отбросив все то, что показал себя не лучшим образом. Те машины, что мы проектируем, собираем сегодня, которые повезут пассажиров по первым коммерческим маршрутам, они совершенно другие. Не изменилась только принципиальная схема. Еще раз повторюсь, что мы номеровались выйти на большие проекты гораздо раньше. Это 2018-2019 годы. Говорят же, хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Каждый раз возникали препятствия, вместе с тем открывались и новые возможности. У Всевышнего свои планы, и всему сущему есть свои сроки. И струнный транспорт в этих планах точно есть. Так, в определенный момент времени мы пришли со своей технологией в Объединенные Арабские Эмираты. В уходящем году завершилось строительство первого ревсострунного комплекса в городе Шаржа со всей транспортно-логистической инфраструктурой, а не как там пресса сообщала, построили просто стакан. Там вся инфраструктура была построена. Необходимый для городских перевозок. Построенный городской комплекс является частью более масштабной транспортно-инфраструктурной инновационной площадки, которую мы создаем на территории этого Эмирата и на Ушесельского технологического парка Американского университета в Шаржи. Другие проекты, о которых я сказал, находятся на разных стадиях готовности. Сообщать подробности о них пока рановато. Можно лишь констатировать, что их становится все больше. Растет интерес у заказчиков. Это начинает происходить лавинообразно. Пандемия 2020 года обострела назревавшие долгое время проблемы цивилизации. Для многих только теперь из-за возникших обстоятельств стали актуальными те вопросы, которые лично я задавал себе, наверное, лет 40, а то и более назад. В сегодняшний день у нас уже есть и ответы на эти вопросы, и конкретные решения. Например, прежде заказчиков интересовало, в первую очередь, сколько же пассажиров сможет вместить в ваш подвижной состав. И традиционная логика подсказывала, чем больше, тем лучше. Теперь они хотят транспорт с салоном небольшой вместимости на 4-6 человек, на одну семью, как и у обычного легкого автомобиля. Ровно то, что реализовано у нас. Хотя мы уже делаем машины и на 25, и на 48 мест. Рибсы малой вместительности в глобальной перспективе будут не только более безопасны с эпидемиологической точки зрения. Их использование позволит повысить гибкость и адаптивность логистики, улучшить комфорт, так как у каждого пассажира появится личное пространство в общественном транспортном средстве. То, что не может дать ни пользу, ни автобус, ни трамвай, ни самолет. При этом станцию можно делать меньшими по размерам, а путевую структуру на втором уровне более легкой, чем этого требует подвижной состав большой вместительности. Вот чем большая вместительность, тем тяжелее, тем будет дороже и сложнее путевая структура. В целом такая система получается более эффективной и более экономичной. И опять же, мне это было ясно давно. Большинству заказчиков стало ясно только теперь. И на сегодняшний день они не найдут на рынке других таких предложений, как наши. Поэтому они и идут к нам в это здание, в этот кабинет. Есть еще одна, пожалуй, самая важная причина моей уверенности неизбежной и скорой трансформации в мировой транспортно-логистической системы. Структурный транспорт – это часть глобальной программы, альтернативой которой на сегодняшний день могут быть и могут выступать только разного рода сценарии суицида. Для цивилизации имеется в виду суицид. Это, например, граничащая с бредом, по моему глубокому убеждению, идея колонизации Марса. Некоторые американцы открыто заявляют, что мечтают умереть на этой чужой и проживательной планете, только чтобы нет удара его поверхности. При посадке космического корабля с билетом в один конец стоимостью порядка миллиона, миллиарда долларов. Убежден, что с помощью струнных технологий, а не космических кораблей, бороздящих в просторе Вселенной, гораздо эффективнее и разумнее было бы осваивать наш шестой материк, Антарктида. Там есть, по меньшей мере, земной воздух, которым можно дышать, земная вода, которую можно пить, и земная еда, которую можно есть. Все то, что в течение 4 миллиардов лет эволюции жизни, собственно, и сформировало биосферу планеты Земля и, собственно, человеческую популяцию, неотделимую от биосферы и, кстати, не самую важную ее часть. Еще один пример обстоятельства, которое продемонстрировал 2020 год, и которое до этого большинство просто отказывалось видеть. Проблемы, связанные с экологией, такие как пандемии и изменение климата, касаются всех стран. Всех без исключения, богатых и бедных, развитых и развивающихся. А значит, цели, интересы у всех стран также должны быть общими, а не так, как теперь, когда каждый сам по себе, когда становится нормой ради своей личной выгоды и не считаться с интересами других. Я об этом заговорил еще лет 40 назад. Планета Земля — наш общий дом. Даже не дом, а одна большая-большая комната, где нет даже перегородок. Если мы не научны жить в этом общежитии с миллионами видов других живых организмов, других живых существ, более значимых для биосферы, чем мы, и будем продолжать их убивать, по 30 тысяч видов ежегодных, вдумайтесь в это, по 30 тысяч видов ежегодных. Как сейчас, то очень скоро погибнем и мы. Один из видов живых организмов, убитых нами же. Как и плесень чашки Петри, которая неизбежно погибает, съев все ограниченные ресурсы и загадив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности. Это еще один пример, который я очень часто привожу. Основой современной постиндустриальной экономики, где, как мы видим, на более заметную роль играет производство информации и ее потребление, все же является материальное производство. Это электроэнергетика, транспорт, топливо, химическая и нефтехимическая промышленность. Это металлургия, мощностроение, в конце концов, всехозяйственное производство. Ну и так далее. Даже при максимальной оптимизации с применением самых современных цифровых технологий, такое материальное производство не может быть безотходным. А цивилизация не может развиваться без наращивания производства. Необходимы, принципиально, новые инженерные решения. Необходимо разделить биосферу и техносфер, вынести индустрию в ближний космос, а планету оставить для природы и для человека. Это позволит сделать другое мое изобретение, связанное со струнным транспортом в рамках той глобальной программы преобразования мира, о которой я говорю. Это общепланетарно-транспортное средство. Струнный транспорт, линейные города, построенные вдоль высокоскоростных магистралей. Общепланетарно-транспортное средство и космическая индустрия, которая решит все экологические проблемы и предоставит возможности неограниченного развития цивилизации на тысячи лет вперед. На мой взгляд, это достойная цель для всего человечества. Я не вижу другой, более достойной и даже просто равной по значимости программы. Не все, чего люди смогли добиться до настоящего дня, все достижения науки и техники, политики, экономики и даже искусства получают смысл и значимость. Ведь если у человечества не будет будущего, то и бессмертие творцов великих произведений не будет стоить и гроша. А все мы — пыль во Вселенной. Но благодаря моей созидательной программе мы можем избежать этой печальной участи. Я уверен, что между жизнью и смертью люди выберут жизнь. А потому с каждым днем мы становимся ближе к этому прекрасному будущему, в котором человек будет жить в гармонии с природой. И я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом и с новым шагом на пути к этому будущему. С Новым 2021 годом!